Вот мы боимся чиновников. А почему их боятся? Они такие же люди. 8200 это серьезная зарплата. Здоровье это наше все. Будет здоровье, будет все. Получил диплом. Ой, а что делать дальше? Завтра может быть поздно. Леш, я очень рад, что ты пришел. Ты хоровой дирижер, вообще дирижер, общественный деятель, продюсер. И мы с тобой в консерватории учимся, сейчас вот перешли на третий курс. И хотелось бы у тебя узнать, как ты вообще пришел к этой точке и какой у тебя творческий путь был? Я хочу тебя поблагодарить за прекрасную возможность, за возможность оказаться здесь. Сегодня эти форматы очень интересные, увлекательные и вообще познавательные. Я родился в хуторе Бураковском Кореновского района Краснодарского края. Это небольшой хутор. Начал я свою профессиональную деятельность в Доме культуры хутора Бураковского. Выступил первый раз на День первоклассника, когда мне было 6 лет. И позже родители меня отдали в музыкальную школу города Кореновска. Известный всем бренд на всю Россию, коровка из Кореновки, любимое мороженое, сгущенка нашего президента. Я закончил школу по двум направлениям – фортепиано и саксофон. Да, духовой инструмент в том числе. За время обучения в музыкальной школе принимал участие в разных конкурсах. Мне нравилось и петь в том числе, поэтому больший спектр именно конкурсно-фестивальной деятельности был направлен на вокальное искусство. Ну, олимпиады по музыкальной литературе, наверное, как и у всех. Да, все в музыкальной школе через это прошли. В 2014 году прошел конкурсный отбор «Сводный детский хор России» под управлением Валерия Бесалыча Гергиева. Мы очень много выступали на разных мероприятиях – и в Большом театре, и в Государственном Кремлевском дворце. Краснодарский музыкальный колледж – мой любимый колледж, который дал огромное количество знаний профессиональных, возможность становления как музыканта, специалиста в своей области. Я обучался по специальности хоровое дирижирование у Татьяны Александровны Мальцевой, один из ведущих хормистеров нашей страны, хоровых деятелей. Вот и Московская консерватория. Я безумно рад, что я сегодня учусь в одном из лучших вузов не только нашей страны, но и мира. Действительно, вот неважно, в каком учебном заведении, конечно, ты учишься, важно, к какому педагогу ты попал. И я искренне благодарен судьбе за то, что она на протяжении всей жизни моей связывает меня с самыми лучшими педагогами. Сейчас я обучаюсь у Станислава Семеновича Калинина, заслуженного артиста РСФСР. Он много, очень много лет работал непосредственно с Александром Васильевичем Свешниковым. Сегодня это один из самых-самых, не побоюсь этого слова, выдающихся музыкантов нашей страны, хормистеров. И дай Бог ему здоровья, чтобы у нас творческий путь шел ярко, профессионально и очень-очень сконцентрировано. Мы крайне рады, что мы в классе у Станислава Семеновича, все его студенты и выпускники. Вообще, да, многое от педагога зависит, потому что, ну, стены в консерватории тоже, конечно, влияют. И вот когда первый раз зашел, тоже атмосфера совершенно другая, чем в каких-то институтах музыки, что вот все-таки сколько людей выдающихся прошли и обучались в этих стенах. Ну, да, и педагог тоже очень сильно влияет. А ты, получается, на саксофоне закончил музыкальную школу, а дальше ты уже решил как, ну, вот с хором, как вокалист поступать, правильно? Как хоровой дирижер, соответственно, да. Я считаю, что дирижирование открывает огромный спектр, огромный спектр направлений. Во-первых, это и владение на хорошем уровне теории музыки и инструментом в том числе. То есть, обучаясь хоровому дирижированию, никто не запрещает заниматься профессионально, продолжать на инструменте, и овладевать еще более профессиональными навыками и умениями. Это классно, это интересно, и вот я убежден в том, что обучение по классу саксофона мне позволило сегодня понимать вообще специфику инструментальной музыки, специфику музыкальных инструментов и в дирижировании в том числе, потому что мы на специальности сталкиваемся не только с акапельной музыкой хоровой, но и с крупными сценами, там, где оркестр, там, где тебе нужно управлять, действительно управлять, хоть и под два рояля. Слава Богу, у меня сейчас есть практика и с оркестром симфоническим в том числе. И, конечно, выходя к новому коллективу, ты осознаешь, да, вот именно с точки зрения штрихов, духовых инструментов, ну, такая очень тонкая специфика, узкая специализация, но это мне очень помогло. Ну, в целом, да, вот если человек не понимает, как там, ну, там, вот те же какие-то невзятия нот или что-то еще, ну, банальные вещи, что, ну, тяжело объяснить там, что какой-то ресурс есть, что почему нельзя, там, пять часов репетировать, ну, банальные такие вещи. А получается, в консерватории это у тебя дирижирование именно вот хоровое, или как вообще это все выглядит? У нас факультет симфонического и хорового дирижирования, но я обучаюсь на кафедре хорового дирижирования. Но это не мешает заниматься симфоническим дирижированием. Вот я как раз видел у тебя недавно вот посты, ты на Тавриде. На Тавриде был и еще вот дирижировал каким-то симфоническим оркестром. Это ты где был? Да, я был приглашен в этом году экспертом арт-кластер Таврида и на Академию Юрия Башмета. Мне выпала возможность прочитать лекции у Сергея Васильевича Рахманинови в год 150-летия композитора. Сейчас очень много мероприятий проходит в нашей стране. Наверное, второй-третий концерт композитора всегда много исполняется, да, в России, но в этот год... А этот год особенный. А этот год особенный. Вот все афиши таких центральных концертных залов, филармонии в том числе московской, просто заполнены Сергеем Васильевичем. И слава богу, хорошо, что эта музыка звучит. Эту музыку нужно прививать и молодому поколению в том числе. Да, экспертом на Тавриде, хорошие были ребята, много новых знакомств, это интересно. И вот буквально недавно в августе в Новороссийске прошел второй всероссийский фестиваль Новороссийские куранты. Мне выпала возможность и большая честь дирижировать симфоническим оркестром Черноморская симфония. Море, горы, форумная площадь, открытая площадка, много солистов, балет. Это, конечно, потрясающая музыка в массы, классическая музыка в массы. Знаешь, сегодня классика — это очень современно. Есть такое. Это очень современно. И кто бы ни говорил, что классическое искусство элитарно, наша задача, деятели культуры, прививать любовь к классическому искусству в массы. Нести классическое искусство в массы. Это важная задача. И это наша работа. Те, кто сегодня идет по такому сложному, но интересному пути к профессиональному восстановлению. И я уверен в том, что через несколько лет это станет очень-очень востребованным направлением. Хотя сегодня очень много людей занимается профессиональной музыкой, классическим искусством. В целом, да, много сейчас. Ну и сейчас есть и современная музыка какие-то тоже, тенденция. Но и как-то классическая музыка вроде как набирает популярность. Все начинают сравнивать, почему. Какая-то музыка задевает именно ритмически какие-то, какая именно душу и сердце, что можно заслушаться там и как-то успокоиться. Да, я согласен. Вот о Сергея Васильевича заговорили. Там же столько вот русской души. Эта музыка не станет безразличной и не может стать неинтересной ни одному человеку, который ее вот слушает здесь и сейчас. Она затрагивает, она где-то остается. Даже если человек не знает, что известное сочинение, да, любой возьмем Сергея Васильевича, что эту музыку написал именно тот или иной композитор, этот человек когда-то ее слышал, а это самое главное. И сегодня на такой музыке, на музыке великих людей, великих мыслителей в области культуры, в области профессиональной музыки мы должны расти. Это база. База, да, я согласен. Получается, а вот до консерватории ты в колледже учился в Краснодаре? То есть и ты сразу сюда поступил? Да, после Краснодарского музыкального колледжа я поступил в Московскую консерваторию. Четыре года закончил колледж. 2017-21 год. Ну да. Насыщенная жизнь, хорошие воспоминания. Получается, у тебя есть, ну как, регалия, что ты студент года Российской Федерации, как России. Как это вообще произошло? Как это у тебя получилось? Ежегодно в стране проходит Российская национальная премия студент года по разным направлениям. Спортсмен года, творческая личность года, другие направления. Мне предложили подать заявку, я отправил определенный пакет документов, видеозаписи, профессиональные, творческие, на региональный этап. Сначала он проходил в Краснодарском крае, стал победителем регионального этапа. Позже был заочный всероссийский этап непосредственно по видеозаписи. И последний этап всероссийский всегда проходит очно в городе Москве. Но в связи с пандемией, которая случилась в 2020 году, он стал заочным. Награждение только прошло очно, и последующие мероприятия также очно. Но вот так случилось. А вообще, а какие у тебя перспективы теперь открылись? Это вообще в музыкальной среде и в творческой, есть Сириус, есть Тавриды, это такое место, куда сложно попасть. И не все знают об этом, потому что дети участвуют в конкурсах. Если родители в курсе, они как-то продвигают, педагоги, если тоже знающие, они продвигают. И вот это как премия студент года. Какие нам открывают перспективы? Во-первых, ты становишься заметным на государственном уровне. Как бы это банально и больно не звучало для тех, кто нас будет смотреть, сегодня мало обладать высочайшими профессиональными навыками, не имея возможности продвижения, не имея возможности продюсирования самого себя. Мы живем в такое время, и это нормально. И, конечно, когда ты музыкант и еще имеешь поддержку, поддержку на государственном уровне, то это всегда большой плюс. И, конечно, Российская национальная премия студент года открыла для меня массу возможностей. И меня после премии приглашают очень много в состав жюри всероссийских и международных конкурсов в качестве эксперта и лектора, соответственно, разных мероприятий российских. И в 2021 году я стал экспертом Совета по культуре Молодежного парламента при Государственной Думе. Вот как раз хотелось бы об этом поговорить. Это тоже вообще не очевидно, но что именно, если представлять Государственную Думу, то там какие-то взрослые люди решают какие-то серьезные вопросы, а тут как студент и молодое поколение тоже как-то вклинился туда. И как это вообще происходит, и чем ты там занимаешься? В Экспертный Совет по культуре проходит отбор. Я сейчас в двух составах непосредственно Государственной Думы. Это Экспертный Совет по культуре Молодежного парламента при Государственной Думе. И я являюсь федеральным экспертом комиссии «Живи и работай в России» проекта «Выбирай свое» Всероссийской политической партии «Единая Россия» по направлению именно культура. Как попадают отбор, конкурсный отбор, любые желающие, и ты в том числе можешь подать заявку, люди очень грамотные, профессиональные, рассматривают ее, не всегда заинтересованные в тех или иных кадрах, даже если ты много себя представляешь. Честно говоря, отбор не то что загадка, он открытый, но кто-то проходит, кто-то не проходит. Здесь на усмотрение. На вкус и цвет товарищей нет. Мы занимаемся очень важными делами. Сегодня время молодых, и здесь поспорить просто невозможно. Мы, пройдя определенные этапы обучения, знаем те или иные проблемы. Буду говорить за профессиональное искусство. Проблемы музыкальной школы, проблемы образования в том числе, проблемы колледжа, проблемы консерватории. Это есть везде, и ни для кого не секрет. И наша задача сегодня молодежного парламента – поддержка творческих инициатив и внесение поправок к законодательству Российской Федерации в области культуры. То есть, если мы видим, что в той или иной области нужно внести поправки, то мы эту инициативу выдвигаем, предлагаем, оформляем соответствующие документы и выдвигаем уже на рассмотрение тем или иным структурам, которые ведут область искусства. И, конечно же, поддержка творческих инициатив. У меня есть фонд, который основан в 2022 году. Я являюсь его генеральным директором. И поддержка молодежного парламента – она очень весома. То есть, реализовать проект всероссийского уровня без, повторюсь, государственной поддержки ты сможешь, конечно, но будет не тот эффект, потому что и парламент в том числе помогает привлекать участников. Вот в 2022 году у нас в Сочи прошел Всероссийский музыкальный фестиваль, который был посвящен творчеству Александра Николаевны Пахмутовой. В нем приняли участие 66 регионов России. Музыканты из... Много. Да, это огромное количество. И профессора ведущих вузов Московская, Санкт-Петербургская консерватория, Российская академия музыки проводили мастер-классы для этих ребят. Это очень интересно. Сегодня такой деятельностью занимается и Денис Леонидович Мацуев. Очень много лет создан и фонд «Новые имена», который поддерживает молодых музыкантов. И Юрий Абрамович Башмет, юношеский симфонический оркестр под управлением Башмета. Это огромная работа. И хочется быть немножко приближенным к этой деятельности, помогать. Но мы нацелены в рамках своего фонда на молодых музыкантов из отдаленных регионов нашей страны, которые не имеют материальной возможности выезжать в столицу, получать высокопрофессиональные мастер-классы и открытые уроки от профессоров. То есть мы этим ребятам помогаем. Вот сейчас в октябре 2023 года, спустя год после Сочи, в Краснодаре состоится Всероссийский музыкальный фестиваль. Анонсирую тебя впервые. Как раз всем, я думаю, будет интересно услышать. Российская культура Сергея Рахманинов, посвященная 150-летию композитора. Мы часть наиболее зарекомендовавших себя участников из Сочи на бесплатной основе приглашаем сейчас в Краснодар, чтобы проследить их профессиональный рост. То есть мы, ребят, не бросаем, мы следим за ними. И главной задачей нашего проекта является поддержка молодых талантов, молодых творцов, их наставническое постсопровождение. То есть это в том числе и карьера этих ребят, и трудоустройство в дальнейшем. Мы очень заинтересованы сегодня в кадрах, в профессиональных кадрах, потому что проблема в области кадровой политики, именно культуры, она существует. И эту проблему нужно решать. Сегодня и Министерство культуры Российской Федерации серьезно занимается этими вещами и помогает молодым ребятам в рамках национального проекта «Культура», направления «Творческие люди», в рамках других государственных программ. Но мы тоже хотим помочь молодым талантам тем, кто действительно этого достоин, кто этого заслуживает. Я хочу, чтобы наши жители соприкоснулись действительно с очень профессиональным искусством, с профессиональным музыкантом, пообщались. Мы выстраиваем взаимосвязь на фестивале в таком слогане «Диалог на равных». То есть каждый участник образовательной программы может в любое время, в течение трех дней подойти к любому эксперту, заручиться поддержкой, получить какие-то профессиональные... Это круто, что выстраивается связь между, с одной стороны, из разных кругов людей, ну, в плане профессиональном. Какие-то есть уже мэтры, которые зарекомендовали себя и могут позволить как-то дать совет хотя бы каким-то начинающим музыкантам. Конечно, это очень работает, и это очень нужно. Сегодня это крайне востребовано в регионах. И мы будем делать все возможное и невозможное для того, чтобы культура в регионах России процветала. Я буду прям очень-очень серьезно биться за это, потому что я сам из региона, из отдаленного уголка нашей страны, из хутора. И когда я рос, у меня такой возможности не было. А когда сегодня маленький музыкант имеет возможность общаться с мэтром, то у него же профессиональный рост гораздо быстрее идет, нежели он в музыкальной школе, вот хорошо, прилежно учится, приходит, да, получает оценки, выступает в конкурсах, это одно дело. А когда есть так называемые кумиры, хотя говорят, не создавай себе кумиров, я... Ну, профессиональные... Да, такие наставники, наставники хорошие. То ты стремишься к этому, и ты хочешь соответствовать. И это действительно дает очень большой результат. Это однозначно. Потому что, ну, в принципе, тут, ну, в музыке, в таком творческом мире, надо, ну, как-то заниматься как-то, но без подсказки знающего человека, без какого-то присмотра, там можно и покалечить себя, или просто в пустую потратить время. И тут это очень важно. Потому что, в принципе, ну, как раз консерватория, она как эпицентр вот всех мастеров, можно так сказать. И в регионах этого, конечно, не хватает. Потому что, начиная от инструментов, если вот, ну, говорить там, медных, духовых, ну, медных, духовых, деревянных, и заканчивая профессионалами, которые могут чему-то научить. Поэтому вот тоже фестивали сейчас, в принципе, набирают популярность и молодежь, и какие-то вот онлайн, тоже вот, ну, я запустил как раз подкаст, тоже основываясь на том, что люди, которые не могут не приехать, не встретиться с человеком, чтобы хотя бы дистанционно, как-то посредственно видео могли как-то услышать, и, может, о чем-то задуматься. Может, как раз начнут больше заниматься, чтобы как раз поступать в консерваторию или в какие-то высшие учебные заведения. Если, в принципе, поговорить о вот консерваторской деятельности, я периодически вижу ты в ведущей, ну, как в роли ведущего, там вот, на сцене большого зала консерватории. Как вообще это все складывается у тебя? Находишь время на учебу? Хороший вопрос, очень интересный вопрос. Его задают многие, каждый второй. Когда мы задаем этот вопрос, мы всегда перекладываем деятельность другого человека на себя и анализируем. А мог бы так я? Я хочу начать с того, что важно правильно организовать свое время. Я говорю это везде. Почему человек, который успевает, занимается профессионально, не может заниматься другим? Кто-то в свободное время, вот говорю о дирижерах, поет в храме. И хорошо, слава Богу. Я в это время занимаюсь другой деятельностью, общественной деятельностью. Та деятельность, которая приносит мне счастье и истинное удовольствие. Мы живем один раз. В жизни нужно попробовать все. Я считаю, что это нормально, это интересно. Я в консерватории стараюсь не пропускать занятия. И это очень строго. Строго отслеживаю для себя. Вот сессию, которая прошла успешно, я сдал на отлично. Это я поздравляю. Спасибо, да. Второй курс завершился, он был очень непростым, много мероприятий было параллельных. Общественная деятельность это как такой вспомогательный элемент профессиональный. Вот заканчиваем мы консерваторию, московскую, ведущий музыкальный вуз мира. И что дальше? А ничего. Ну, корочка, но... Документ, все. А куда идти? В музыкальную школу преподавать? На 8200 ставку? Ну вот объективная вещь. Это хорошо. 8200 это серьезная зарплата, понимаете? Очень серьезная. И обучаясь консерватории, каждый музыкант должен готовить для себя почву для дальнейшего профессионального развития. Сегодня нет распределений. Сегодня их просто нет. И это действительно большая беда в области культуры. Сегодня очень сложно получить целевое направление от региона. Почему бы нам в регионах сегодня не выстроить систему целевых направлений, создавая очень комфортные условия для ребят? И заканчивает колледж, например, 20 человек. 10 хотят по целевому? Пожалуйста, ребята, обучайтесь и возвращайтесь к нам, развивайте культуру здесь. Мы вам предоставляем очень комфортные условия. А когда условий нет, то, конечно, ребята не хотят по целевому ехать. Они едут, пробуют, поступают сами, и дальше не знают, как себя реализовать. Вот выпускается сегодня на факультете симфонического и хорового дирижирования в год около 30 человек. Ну, большое количество. Очень большое. В том числе много симфонических дирижеров. И дай бог, 10 человек из этих идут по специальности. Но это же беда. Это да. Это огромная беда. Государство выделяет бюджетные средства на обучение, а мы те знания, которые получили, дальше не распространяем. И в этом беда действительно профессионального от трехступенчатого образования. Что если сегодня была бы налажена общая система в музыкальной школе, в музыкальном колледже, в академии, в консерватории, другой бы был результат общий. Общий другой бы был результат профессиональной культуры. И я убежден в том, что сегодня должна работать в России система распределения после консерватории и академии. Если бы у нас сегодня в регионах была достаточная наполняемость именно кадрового резерва, то это одна история. Да, некуда устраивать людей. Это тоже проблема. А когда сегодня безмерная нехватка кадров в регионах, и те ребята, которые непосредственно могли бы ехать и преподавать, они куда-то теряются. И все. И там никого не остается. И с каждым годом, вот именно профессиональное направление, оно теряет, теряет, теряет такую ценность. Ценность советской хорошей школы исполнительской. Ну, в целом, да, это, на мой взгляд, непростая тема. Вообще с регионами там тоже и где преподавать. И тоже замотивировать, если вот даже не касаться распределения, вот замотивировать молодых специалистов, ну, которые выпускаются из ведущих вузов, чтобы они ехали, развивали тоже это все непросто. Наверное, какие-нибудь... Вот я, ну, как со стороны, если можно так сказать, именно вот этого процесса, могу сказать, что только фестивали могут хоть как-то зацепить. Вот новые имена, какие-то еще вот, когда могут талантливых людей взять, но все равно в любом случае это, наверное, Москва. Что-то в Москву в столицу все едут, чтобы именно тут как-то раскрыться. Потому что в регионах, возможно, с информационными технологиями, там со съемкой, с чем-то еще может, там что-то будет получаться. Потому что везде, вот в разных городах есть, в каком-то фестивале тоже интересное. Но именно как профессионально это, конечно, все очень сложно и как-то, ну, не грустно, но так, неоднозначно. Очень неоднозначно. А как ты организовал свой фонд? Вот это очень интересно. Открыл организацию через Минюст, фонд зарегистрировал юридическое лицо. И сегодня фонд является организатором крупных всероссийских творческих проектов в области культуры. Ну, это что-то невообразимое. Да это так кажется. Ну, я просто говорю со стороны, со стороны просто музыканта. Потому что в любом случае, как музыкальное образование, это как база такая. И, как ты правильно говоришь, что кто там, чем занимается свободное время, что у нас многие, ну, какие-нибудь выступления, какие-нибудь халтуры, вот как-то. Кто-то гуляет. Вот видите, у меня много однокурсников, я их очень люблю, всех уважаю. Но, когда мне говорят, что какие-то вещи, не буду сейчас раскрывать, пусть это останется нашей маленькой тайной после съемки, что вот так, сяк, друзья, ну, вы отсидели на лекциях и пошли гулять. А я не гуляю. Мне это неинтересно. Мне не приносит это удовольствие. Никакого. Я занимаюсь важными делами. И я понимаю, что сегодня каждый из нас должен готовить, повторюсь, для себя почву, почву для дальнейшего профессионального развития, чтобы не было потом. Получил диплом, ой, а что делать дальше? А ничего, гулять не нужно было. Нужно было делать, заниматься делом, общаться с людьми, общаться с нужными людьми, заводить знакомства полезные, хорошие. Это нормально. Это неплохо. Общаться с людьми, это нужно. Сегодня мы боимся людей почему-то. Вот мы боимся чиновников. А почему их бояться? Они такие же люди. Такие же люди, да, опытнее. Статус какой-то есть. Да, статуснее, безусловно, но они так же, как и мы, сегодняшним днём шли к тому, что они имеют. Почему бы нам не следовать по их хорошей, опытной дороге? Учиться у них, набираться опыта. Мы сейчас не только чиновников говорим, и о профессиональных музыкантов в том числе. А вообще в целом, вот если поговорить о твоей насыщенной жизни, может, ты пользуешься какими-то там, ну, в телефоне этими, тайм-менеджерами, ну, вот этот планер, или как ты вообще следишь, чтобы всё успевать? У меня блокнот. Я перед сном записываю, что мне нужно сделать завтра. Вот прям карандашом. И в течение дня вычёркиваю. Если добавляется что-то, добавляю в течение дня. Если неудобно кому-то работать в блокноте, можно это делать в заметках. Очень-очень удобно. И ты структурируешь тогда, что тебе вот, на что сегодня стоит сконцентрировать внимание, что можно чуть, как бы, отодвинуть. Это как вот тоже важные дела и срочные. Тоже там расставлять приоритеты. Да, это работает. И это действительно работает. Порой случаются в жизни такие вещи, когда ты не осознаёшь, вот как происходит. Вот есть проблема, да, определённая. И вот она раз так решилась, и всё. И потом через время ты осознаёшь, что, да, какие-то пути решения позволили избежать этой проблемы. или наоборот, это хороший опыт. Я люблю ошибаться. Очень люблю ошибаться. Это хорошая ошибка, равно хороший учитель. Больше ошибайтесь. Вот ничего не бойтесь. Смерти нужно бояться только. Вот в жизни нужно бояться только смерти. Остальные... Все проблемы решаемы. Все проблемы. Конечно, следить за своим состоянием, за состоянием здоровья. Это тоже особенно всем музыкантам, дирижёрам в том числе, и представителям духовой династии. Здоровье — это наше всё. Будет здоровье — будет всё. Это однозначно. Ну, чтобы хотя бы были силы всё реализовывать. Потому что, ну, многие там вот и цитаты, и всё, что люди сдаются, прежде чем начать, вот что это, типа... 50% успеха — это начать. И тут также, что вот страх... Я тоже задумался, потому что вот даже с этим подкастом я очень долго, я где-то с февраля думал, там вот уже приглашал там вот профессоров, но как-то не мог. Я думал, как я вот так... Ну, я что-то там снимал, но в итоге надо это, да, преодолеть. Потому что, ну, по сути, это какие-то предрассудки, которые с реальностью, ну, мало как... Мало что имеют общего. Потому что в любом случае, да, это надо делать. Когда ты начинаешь о чём-то задумываться и думать, а вот правильно, а так или не так, значит, ты занимаешься не тем, понимаете, просто не тем. Когда у тебя огромный объём, просто невероятный спектр, вот тебе за день нужно сделать 50 дел важных, вот неотложных просто, тогда ты не будешь задумываться о том, Нет времени вообще. Нет времени. Это то же самое, знаете, на многих форумах задают вопрос. Что нужно делать для того, чтобы не выгорать. Просто делать. Делать. Очень много делать. Делать полезных дел, добрых. И вот совет всем. Делайте в день хотя бы по одному доброму делу. Это тогда ваша жизнь будет ярче, интереснее и насыщеннее. Это хороший совет. В принципе, да. Потому что, ну, тоже есть, находите там хотя бы по три положительных момента, а это уже следующее, уже делайте что-то хорошее. Для кого-то то, что... Ну, в любом случае, да, много происходит и в мире, и везде, что хотя бы вокруг себя что-то такое позитивное создавать. В целом... Да, мы сами создаём свой мир, своё окружение. То есть, вот как мы хотим видеть свою жизнь, так и будет. Хочешь, чтобы у тебя было хорошее настроение, у тебя будет хорошее настроение. Хочешь, чтобы у тебя всё получилось в том или ином деле, у тебя получится, потому что ты этого хочешь. Ты внутренне проживаешь и переживаешь за каждый свой шаг, который приведёт тебя к определённой цели. И, конечно, здесь, как в жизни, в любом, даже маленьком деле, нужно ставить цель. Вот сегодня я должен выучить 50 листов партитуры. Да? Я сделаю всё для того, чтобы 50 листов партитуры будет выучено. Я не лягу спать, потому что эта цель завтра может быть поздно. Завтра будут другие заботы, будут другие дела. И ты потом думаешь, ой, да почему же, вот надо было ещё часок посидеть, и тогда всё бы получилось. А вот всё, Степан, прошло время. Ну да, это тоже как, не откладывай на завтра то, что можешь сделать сегодня. Да, это работает тоже. А в целом, вот какие у тебя планы на будущее? Если какие-то есть, вот ты озвучил, вот как это, фестиваль у вас, или форум? Фестиваль. Фестиваль. Что ещё планируется? Какие-нибудь анонсы? Вообще, какие перспективы вот с тем же фондом? Потому что тоже это всё и так интересно. Многие даже не задумываются, какие-нибудь гранты, что-то ещё. Вот я тоже там смотрел, вот там, фонд культурных инициатив, какие-то тоже вот есть, тоже в ВКонтакте, где выкладываются ролики. И там какая-нибудь плашка при поддержке фонда, то есть тоже люди как-то подаются на это. И вообще, какие вот идеи? Да, мы реализуем всероссийские проекты фонда как раз за счёт средств президентского фонда культурных инициатив. В прошлом году, в 2022-м, был получен грант, на который реализован проект, были привлечены спонсоры, инвесторы, заинтересованные люди, которым я искренне благодарен и буду благодарен всю свою жизнь за то, что они действительно поддерживают молодых людей и понимают ценность подобного рода мероприятий, а самое главное, сложность, сложность реализовать. Проще всего сказать, ай, это плохо, дружок, а ты попробуй, ты попробуй организовать хотя бы один концерт, один концерт. Извини, когда у тебя 3000 артистов, 3000 артистов, когда у тебя представители 66 регионов, ты их должен накормить, заселить, оплатить трансфер, техническая оснащённость, звук, свет, райдеры, гости, информационная политика, пресс-служба, взаимодействие с госорганами, невероятный спектр. Вот тогда ты начинаешь понимать, что такое жизнь, как сложно, как сложно, ко мне обращаются в социальной сети ВКонтакте, помочь, с каким-либо вопросом, очень много обращений, в личные сообщения, и в группах, и в чатах фонда. Проще всего сказать нет. Вот проще всего. Не могу говорить нет. Вот родители меня научили, спасибо им. Никогда не говорить нет. Нет сказать проще всего. Три буквы. Н, Е и Т. Да, меньше букв. Но почему-то нам сложно сказать да. Вот просто сложно. А есть вещи, действительно, которые нужно решать здесь и сейчас. Вот обращаются с проблемами, с каким-то, с просьбами. Если я не могу помочь, да, в силу своей... Специфики, просто непонимание, да, если я не разбираюсь в этом направлении, я найду тех или иных людей, которые могут помочь человеку. Это нормально. Я сейчас это не говорю не для того, чтобы потом сказали, вот, рассказывает о себе, какой хороший. Нет, ни в коем случае. Я просто призываю каждого действовать таким образом. И, друзья, если мы будем сегодня добрее, хотя бы на чуть-чуть, у нас все пойдет по-другому. У каждого пойдет все по-другому. Нужно делать больше добрых дел, больше помогать и находить вот счастье от того, что ты можешь быть чем-то полезным. И все пойдет иначе. это прекрасно сказано. Потому что, ну, да, многое вообще происходит. И, начиная с самого себя, как ты на это смотришь, как ты вообще реагируешь и что ты делаешь, ну, с этого начинается, от этого много зависит, хотя бы, в ближайшем кругу. Так что, это точно. перспективы фонда у нас большие, я человек деятельный, на месте сидеть не могу, у меня очень много идей, команда, которая меня поддерживает в этом, мы все выносим на общее обсуждение, меняются концепции каких-то мероприятий, города, проведения, еще тому подобное. Разные вещи, много мелочей, но я думаю, что в ближайшее время фонд станет одной из крупных площадок по продвижению молодых деятелей. И я в этом очень заинтересован, но мы все мероприятия делаем вот именно в таком ключе, в форме преемственности поколений, чтобы на одной сцене, на больших концертах были и видные музыканты, и молодые, которые делают первые шаги, чтобы они ощущали внутреннюю сопричастность к общему делу, к развитию культуры, чтобы даже маленький, восьмилетний, десятилетний мальчик или девочка понимали, что они могут быть полезны сегодня искусству. И мы стараемся вот такие хорошие творческие коллаборации тоже выполнять на наших проектах. И действительно вот это дает очень большой результат. Это круто. А вообще, если вот поговорить о вот этом фестивале, он на какую, ну, кто вообще там будет принимать участие? Именно в плане вот участники из регионов, а какие специальности? В этом году специальности есть следующее. Хоровое дирижирование, академический вокал, инструментальное исполнительство, фортепиано, духовые инструменты, теория и история музыки и искусство балета. Очень интересное, ну, по сути, самое, ну, не считая народное, вот, но это самый классический, ну, как раз в консерватории, вот. И вообще, сколько участников, ну, в прошлом году, сколько было? У нас было 2702 заявки из 66 регионов России. На конкурсной основе мы отобрали 120 исполнителей, которые, которым непосредственно оплатили проживание, питание трехразовое, в очень хорошем отеле в городе Сочи. Эти ребята приехали, за наш счет, как бы, принимали участие в мероприятиях на бесплатной основе, соответственно. Вот. И в этом году такая же история, мы ориентируемся на такое же количество ребят. Вот. Прием заявок идет, пожалуйста, ждем, ждем, ждем очень талантливых, интересных, самобытных. Мы заинтересованы. У нас в рамках фонда есть база творческих ребят, мы приглашаем много работодателей на мероприятия, которые отслеживают для себя тех или иных музыкантов. Конечно, они нацелены на представителей именно старших курсов консерваторий. Ну, выпускник будущих. А профессора, представители Московской Санкт-Петербургской консерватории, здесь работа еще такая больше профориентационная. Старшие классы музыкальной школы, колледжи, последние курсы вузы перед аспирантура или ассиститура стажировкой. Многие Сочи смогли очень-очень просто поступить в музыкальные вузы, и это, я считаю, наша большая заслуга. То есть, профессор увидел, пригласил. Это круто, что есть возможность познакомиться. Да, вот где-то 12-15 человек после Сочи имели такую возможность. Это вообще, а получается, а возраст участников какой? От 12 до 35 лет, в том числе артисты профессиональных организаций, артисты оркестров. Вот это полный спектр получается. полный спектр. Потому что, ну да, вот для взрослых, по сути, ну, Таврида, наверное, это единственное место, где уже, ну вот, среднее звено и высшее, и могут принимать участие, потому что, вот, Сириус, Артек, это такие детские лагеря. А вот про Тавриду, как вообще тебя пригласили? Я первый раз попал на Тавриду в 2019 году. Для меня это очень-очень любимое место, я просто потрясен был с первого взгляда. Честно, а на Тавриду вот ты попал на как обучающую двухнедельную недельную программу или на итоговый фестиваль? Я попал в 2019 на недельную программу как раз был заезд Юрия Абрамовича Башмета. Я принимал участие как симфонический дирижер по направлению дирижирования. Круто. В 2020 году, в год пандемии не получилось. У меня поехать в 2021 был на фестивале, на фестивале Таврида. В 2023 году, вот, непосредственно в этом, в июне я попал на заезд тоже было что-то связано с искусством, точно сейчас название не помню, защитил там грант Росмолодежи, получил один миллион рублей на проведение фестиваля Рахманинова. И спустя две недели мне нужно было на три дня приехать сюда в Москву в июле, мне раздается звонок, через четыре дня мы вас приглашаем экспертам на Тавриду, хотели бы вы почитать лекции уже для нового заезда в качестве эксперта. Я жил в экономике, в потрясающих условиях, просто, это просто было какое-то волшебство. У меня был концерт в рамках всероссийского благотворительного проекта «Они сражаются за Родину», тоже организованного культурным фондом, вот мне пришлось дать билеты на два дня из Тамбовской области, я быстро выдвинулся в Крым, в общем, насыщенное лето, очень насыщенное лето, в августе подготовка к фестивалю Рахманинова, по всероссийскому благотворительному проекту мы дали 10 концертов, собрали около 4 миллионов рублей, которые гуманитарной помощью направятся на специальную военную операцию, все по-разному к этому относятся, но для меня это трагедия личная, я потерял брата и дядю в специальной военной операции, поэтому не мог остаться в стороне, и вот сегодня благотворительный концерт, это не политика, я и политика вещи несовместимые, я в политику не лезу, и слава Богу, там есть кому заниматься, сегодня культура в полной мере может помогать, в полной мере может помогать людям, которые здесь, сегодня общество обеспокоено, понимаете, вот те же студенты, когда началась непонятная ситуация, и действительно люди, взрослые и молодые обеспокоены, и сегодня наша задача деятелей культуры и искусства именно музыкой поддерживать, музыкой поддерживать здесь людей, особенно в станицах, хуторах, вот в малых населенных пунктах, знаете, как принимают, вот этого не хватает, не хватает патриотического духа, который мы должны воспитывать, и вот эти 10 концертов действительно показали, что мы можем помогать, это дает огромный результат, и действительно большую поддержку тем, кто сегодня находится здесь, тем, у кого дети, внуки, там, защищают нашу родину, и я еще раз повторюсь, как бы мы ни относились к тому, что сегодня происходит, это есть, и это защита наших интересов, защита интересов граждан Российской Федерации, и наша задача сегодня быть спокойными, хладнокровно ко всему относиться, и делать все возможное, чтобы это быстро завершилось, разными, культура на своем месте. Слесарь на своем месте, учитель на своем месте, вот каждый в своем направлении может помогать, я убежден в этом. Это, ну это правильно, в принципе, как отношение, чтобы, ну, до банального не тратить нервные клетки, ну, свой жизненный ресурс, а вообще, вот, ваш фестиваль Рахманинова, а в каких городах, получается, вот прошли концерты? Это отдельный, вот, они сражаются за родину, это отдельный всероссийский благотворительный проект, который был реализован в течение двух месяцев, июль-август, в Краснодарском крае Тамбовской области, сейчас с сентября начнутся концерты в других регионах Российской Федерации, фестиваль Рахманинова, это отдельный проект. На этой прекрасной ноте мы будем заканчивать, всем спасибо большое за просмотр, ставьте лайки и подписывайтесь на этот канал, скоро будут новые выпуски.